Начну я с того, что расскажу про некоторый важный примитив, который используется не только в этом алгоритме, но и в других. Это так называемые алгоритмы оценки, ну обычно говорят алгоритмы оценки фазы, на самом деле оценки собственного числа оператора. Задача примерно такая. Пусть у нас есть унитарный оператор, его собственный вектор. Ну, собственное число соответствующим собственному вектору, оно задается действительно аргументом или фазой, как говорят физики. И наша цель определить величину этого собственного числа, то есть фактически оценить аргумент фи. Вот для решения этой задачи используется схема, которая у меня уже один раз появлялась, и вообще вы могли заметить, что применение оператора Вадамара появляется с удивительным постоянством в разных квантовых алгоритмах. Ну, этому есть объяснение, может быть я чуть позже даже как-то так что-то про это скажу. Но вот конкретно такая схема, она возникала при квантовом хешировании, при коммуникации модели СМП. И там она действительно имела примерно тот же самый смысл, который сейчас мы вот разберем в более общей ситуации. Значит, что происходит? Есть управляющий кубит, и вот собственно те кубиты, на которые действует оператор У. Значит, к управляющему кубиту мы применяем преобразование Адамара, потом применяем управляемым образом оператор У. То есть, если этот кубит в единице, мы применяем У, если в нуле, то не применяем. Ну и потом опять делаем преобразование Адамара. Сразу скажу, и не буду к этому уже возвращаться, что в смысле вчерашнего моего рассказа эта схема если схема для У достаточно короткая, эту схему тоже легко реализовать, потому что понятно, вот представьте, что у вас здесь много операторов элементарных, которые реализуют оператор У. Но мы можем каждый из них заменить на такой управляемый оператор. Вообще говоря, это, конечно, будут операторы в другом базисе, но вот вчера я потратил достаточно много усилий, чтобы объяснить, что на самом деле от базиса ничего не зависит. Но будет такой вот базис расширенный, мы можем приблизить его в исходном базисе. То есть, вообще говоря, когда я рисую такую схему, это подразумевается, ну, какая-то более сложная схема, если У реализован уже в каком-то конкретном базисе. Но для анализа я буду просто считать, что У это вот, ну, некоторый оператор. То есть, анализ не зависит от того, как именно устроен оператор У. Ну, давайте посмотрим, что происходит. И для этого посмотрим, какое преобразование происходит вот в этом управляющем кубите. Значит, он переходит... Значит, в остальных кубитах состояние Пси, конечно же, не меняется, потому что если мы применим оператор У, он собственный, и он переведет состояние пропорциональное Пси. Ну, вот как раз с коэффициентом, равным собственному числу. Вот в этой формуле пропущена средняя часть, потому что она как раз отвечает за условное вот это действие. Что происходит фактически в первом кубите? Ну, вот по краям написаны операторы Адамара, а применение вот этого условного оператора У, если кубит в нуле, то вообще ничего не происходит, поэтому там стоит единичка в левом верхнем углу. А в левом нижнем углу стоит лямбда, собственное число нашего оператора, потому что как раз если единичка, состояние умножится на лямбда. Множители скалярные, я напоминаю, они не присвоены каким-то кубитам, они такие общие для всего состояния, поэтому то, что у нас У умножает на лямбда Пси, мы можем переписать вот таким вот образом. Само Пси не меняется, а это лямбда учесть при анализе действия на управляющий кубит. Ну, дальше простое матричное вычисление показывает, что состояние получается вот таким, то есть оно зависит от лямбда. Что? Откуда здесь взялась лямбда, да? Вот давайте посмотрим, что происходит, когда кубит управляющий находится в единице при применении вот этого условного оператора. Значит, он применяется к Пси, Пси умножается на лямбда. То есть состояние в этот момент будет таким, вот если верхний кубит в единице, значит, было единица на Пси, стала единица на Пси, но умноженная на лямбда. Значит, мне удобно считать, что Пси вообще не меняется, то есть у меня вектор остается разложимым. Суть такая, вот если вначале вектор был разложим, после применения этой схемы он тоже будет разложим. И моя цель найти вот первый сомножитель, потому что второй сомножитель, он не меняется из-за того, что вектор собственный. А первый сомножитель меняется, ну, вот каким-то образом, который тут вот и вычислен. То есть если кубит в единице, то тогда мы применяем лямбда, если кубит в нуле, то ничего не происходит, то есть это просто единица. Да, но, понимаете, это же общая система, значит, он, вот у нас есть система, вот она домножилась на фазовый множитель лямбда. Просто нам все равно, куда мы этот фазовый множитель запишем. Мы могли бы записать иначе, ну, вот в этот вот момент, что единица, а во втором регистре лямбда Пси. Ну, это просто чисто математически тот же самый вектор состояния. То есть у нас тензорное произведение, оно обладает таким свойством, что скалярный множитель мы можем выносить, оно вообще билинейно. То есть тензорное произведение на сумму равно сумме соответствующих произведений. Ну, и скалярные множители тоже можно выносить за знак. Ну, а потом внести, наоборот, в первый регистр. То есть это чисто математическая манипуляция. И, ну, вот уже на прошлой неделе мы с этим столкнулись, что это действительно как-то так тяжело осознать, почему же так получается странным образом, что вот действует в одном месте, а влияет на другое. Если вы помните, там была такая игра, когда три игрока сумели угадать ответ, который, казалось бы, угадать невозможно. Ну, здесь в каком-то смысле то же самое, и это, ну, вследствие нашего общего формализма. И как-то вот, ну, дайте какое-то совсем наглядное объяснение, я затрудняюсь. Это действительно очень важный момент, потому что фокус как раз из-за этого и получается. То есть мы видим, что состояние Пси не изменилось, а что-то в управляющем, наоборот, кубите как-то поменялось и зависит от лямбда. И теперь мы эту информацию о зависимости от лямбды... Да? Почему У диагональны здесь? У... Нет. У сам по себе действует как-то хитро. Пси – это его собственный вектор. Это по предположению. То есть мы сейчас рассматриваем такой... То есть потом я буду рассматривать эти случаи, когда У действует на какую-то линейную комбинацию собственных векторов, но сейчас я разбираюсь со случаем, когда там вектор собственный. Тогда вот происходит такая простая вещь. Значит, ну, и тут на следующем слайде я вычисляю соответствующей вероятности. Ну вот, внизу идут подсказки к длинному вычислению, которое будет вверху экрана. Значит, наше состояние – это половинка, такое состояние единица плюс лямбда, единица минус лямбда. Соответственно, когда мы считаем вероятность исхода 0, мы должны взять единицу плюс лямбда пополам, ну и, как обычно, квадрат модуля. Дальше уже начинается простая тригонометрия. Мы подставляем вместо лямбда выражение, ну, как экспонента от 2π φ, ну, или косинус 2π φ плюс и синус 2π φ, ну, 2π φ. И, подставив, вот получаем естественным образом вот такую формулу, потому что мы должны умножить, чтобы найти квадрат модуля, мы должны умножить число на сопряженное к нему. Вот, собственно, это и происходит. Ну, и теперь... Ой, сейчас, извините, это я залистал. Если раскрыть скобки и привести подобные, получается очень простой ответ. Единица плюс косинус 2π φ пополам. Ну, тут уж, так сказать, раскрытие скобок очень простое. Там косинус квадрат плюс синус квадрат даст единицу, остается 2 косинуса, и одна двойка сокращается в числителе и в знаменателе. То есть, вероятность наблюдения нуля, она зависит от вот этого вот аргумента φ, от фазы, как говорят физики. И поэтому у нас появляется возможность эту фазу определить. Для этого нам нужно, значит, вот эту картинку, которую я сейчас изобразил, немножко усложнить. А именно, нужно вот эту схему применить последовательно к нескольким управляющим кубитам. К одному, ко второму, к третьему. То есть, там, где у меня был вверху один управляющий кубит. Ну, вот нужно эту схему повторить. Сам управляющий оператор, он остается тем же самым, но мы его применяем к нескольким кубитам. Что тогда мы получаем? Значит, если мы измерим каждый из управляющих кубитов, то будет наблюдаться следующее. Поскольку наши схемы независимы, то есть, управляющие кубиты между собой никак независимы, состояние их будет просто тензорной степенью вот того самого состояния ξ, которое я сейчас вычислял. И тогда, когда мы будем делать измерения, получится, что результаты измерений по разным управляющим кубитам независимы. И вероятность нуля в каждом кубите, она просто задается той же самой формулой. Полусумма единиц плюс косинус. Ну, давайте я для простоты буду говорить фаза. Там, конечно, нужно 2фи говорить, но это каждый раз мучительно произносить. Ну, а дальше уже простая вероятностная идея, хорошо известная, что если мы, это называется серия испытаний Бернолли, если мы подбрасываем вот такую монетку, которая с вероятностью p дает какой-то исход, с вероятностью единицы минус p дает другой исход, то, чтобы оценить это p, которое мы заранее не знаем, мы можем просто-напросто выполнить несколько таких испытаний и посчитать частоту, с которой встречается исход. Это, конечно, будет некоторое значение, которое близко к вероятности, но от него отличается. Но отличие это известно как задается. Вот я напоминаю такую известную теорему, которая называется, ну, я не знаю, как правильно говорить, иногда говорят границы Чернова, мне кажется правильно, что оценка Чернова все-таки говорить, значит, или неравенство Чернова. Пусть у нас, значит, проведено это испытание, вероятность успеха p. Возьмем частоту, которую мы вот, это случайная величина, которая у нас есть. Значит, и посмотрим на вероятность отклонения этой случайной величины от, собственно, вероятности p. Вероятность отклонения быстро убывает. Значит, формула такая, с множителем там двойка, экспонента в степени минус 2 дельта квадрат s. Дельта это как раз величина отклонения, частоты от вероятности, ну, а s количество испытаний. То есть из этой формулы мы какой вывод сразу можем сделать, что если мы увеличиваем количество испытаний, вероятность отклонения довольно быстро убывает, то есть экспоненциально быстро убывает. Ну и сейчас чуть-чуть дальше я буду уже формулировать некоторые утверждения, ну, то есть неравенство Чернова полезно задержать в голове. Значит, но вначале я хочу сказать следующее. Моя цель-то все-таки была оценивать саму величину φ, а я пока оценивал только косинус, вот эти вот испытания Бернули, которые давала моя схема, они дадут возможность оценить косинус. Если мы хотим все-таки по-настоящему оценить φ, нам нужно еще синус научиться оценивать. Ну и тут вот изображена схема для синуса, она получается очень естественной модификацией. Нужно просто поменять действительную мнимую часть местами в собственном числе, но для этого нужно домножить. Я написал на каком-то конкретном кубите применение умножения на i, но это совершенно, это просто мы применяем умножение на i где угодно. Просто мне его надо было куда-то на схеме поставить. То есть это скалярный оператор, то есть фактически применяется оператор мнимая единица умножить на u. Это тоже унитарный оператор. Ну и тогда точно такие же вычисления дадут, там уже вот собственное число будет i умножить на λ, и точно такие же вычисления дадут выражение для синуса. То есть вероятность для такой схемы наблюдения нуля будет зависеть от синуса, φ, а не от косинуса. Ну и дальше уже вот собственно основной вывод из всего этого анализа, что если мы хотим оценить фазу с точностью дельта и вероятностью ошибки меньше ε, то для этого нужно сделать вот примерно столько испытаний. Значит, ну там двойка, это конечно уже для красоты, потому что все равно большое есть. Ну как-то так написалось. Значит, то есть мы должны сделать испытаний, количество которых, количество испытаний, которые нам нужно сделать, чтобы добиться этих параметров, оно пропорционально логарифму обратной точности, и это очень хорошо. И пропорционально квадрату обратной, ой, прошу прощения, логарифму ошибки и квадрату точности. В результате, что мы видим? Что ошибку можно уменьшать очень быстро. То есть насчет ошибки мы можем не беспокоиться. А вот точность уменьшается медленно. Точность уменьшается с полиномиальной скоростью. И скажем, если мы хотим собственное число оценивать с точностью очень большой, скажем, 2 в степени минус n, то нам потребуется очень много испытаний. Ну вот примерно такое же количество, то есть экспоненциальное от n. Поэтому наша схема, она устроена так, что дает нам возможность определить, ну вот с полиномиальной какой-то точностью, то есть если вспомнить, что у нас есть параметр время, ну или размер схемы, то наша схема оценки фазы гарантирует нам полиномиальную точность определения собственного числа. Иногда этого даже достаточно. Например, если у оператора заранее известно, что все собственные числа хорошо различаются. Вот в частности там в квантовом хешировании был очень простой оператор SWAP, который меняет местами два квантовых регистра. У него собственные числа плюс один и минус один. То есть между ними зазор очень хороший. В сущности нам нужна точность там, понятно, константная, чтобы различить эти два собственных числа. Поэтому в частности там анализ получался немножко проще. Не надо было выписывать всех этих формул, а просто можно было посчитать скалярные произведения. Там в сущности не нужно проводить эти испытания Бернули. Но есть и какие-то более сложные ситуации, когда у оператора собственных чисел мало. Но нас будет интересовать как раз случай, когда их много. И нужно как-то научиться вот эту проблему преодолевать. Потому что цель моя все-таки оценивать собственное число очень точно. И здесь есть дополнительный прием, который устроен следующим образом. Если у нас есть собственный вектор, то он, конечно, собственный вектор для любой степени оператора. Ну вот тут написано. Собственное число будет катой степенью собственного числа. Это очевидная такая формула. И дальше мы будем предполагать следующее. Предположим, что мы можем строить схемы для всех степеней у. Ну, фактически мне нужно возводить у в степени, которые имеют вид степень двойки. То есть у в степени 2 в степени к. И тогда можно применить очень интересный прием, который позволит нам найти фи очень точно. Мы с какой-то константной точностью, ну вот пи на 8 достаточно, оцениваем фазы, ну вот для каждой такой степени. То есть фактически оцениваем число 2 в степени к на фи вот с точностью дельта. И утверждается, что по этим данным, когда мы проведем такое оценивание, мы можем оценить саму фазу уже с очень большой точностью. Пи, ну вот она будет, она была пи на 8, а станет в 2 в степени n раз меньше. То есть это уже очень хорошая точность экспоненциальная. То есть мы будем знать про собственное число, очень точное его приближение. Значит, почему так получается? Это... А, нет, все вижу. Какая была эта? На самом деле, наблюдается очень простое, используется очень простое наблюдение. Значит, вот тут я его записал в формулу, а сейчас появится картинка. То есть предположим, что мы умеем, наверное, даже сразу правильнее картинку показать. Предположим, что у нас есть у, который приближает число 2 фи. Ну, все это на единичной окружности происходит. Понятно, что фи определено с точностью до кратных 2 пи. Тогда, что мы можем сказать? На самом деле, мы можем сразу сказать, что у нас есть для фи два возможных приближения. Тут они обозначены у штриха, у два штриха. Просто из-за того, что, чтобы получить... Ну вот, если решать уравнение 2х равняется у на числовой окружности, то там два корня. Ну, вот смотрите, значит, как попасть в эту точку? Можно, ну вот, если это положительный угол, можно его удвоить, а если это отрицательный угол, его тоже можно удвоить. Ну так, грубое объяснение. Но, в общем-то, ясно, что корней будет 2. И тогда, смотрите, вот что здесь написано. Если мы знаем точность приближения дельта к 2 фи, то каждый из вот этих вот углов мы уже знаем с большей точностью, потому что, ну, у нас же все поделилось пополам, в том числе и вот этот вот интервал, на котором интервал возможных значений для фи. То есть интервал-то при умножении на 2 тоже увеличивается. Осталась, в сущности, одна проблема. У нас возможны два варианта. И нужно как-то выбрать один из них. Для этого мы используем, ведь, смотрите, вот что у нас есть, в какой ситуации мы доказываем утверждение. Мы оценили с какой-то константной точностью все степени. То есть все кратные, все числа вида 2 в степени к на фи, ну, там, к от нуля до n. И поэтому, когда мы, значит, мы стартуем от самого, ну, вот, большого числа, 2 в степени n на фи, и когда мы делаем очередной переход от 2 в степени к на фи к 2 в степени к минус 1 на фи, мы уже знаем грубое приближение к нашему числу. И это грубое приближение достаточно для того, чтобы различить эти два случая. Собственно, отсюда и берется вот эта вот константная точность, которая изначально затравлена, вот что мы должны с точностью до пи на 8, чтобы в любой ситуации вот эти два отрезка, которые у нас получаются, не пересекались, чтобы мы могли по константной точности приближение. Фи выбрать один из этих двух вариантов. То есть получается такой очень простой алгоритм. Мы каждый раз начали с точки, которая отвечает самой большой степени, каждый раз ее делим пополам, точность у нас увеличивается в два раза, но возникает два варианта ответа, чтобы выбрать один из них, мы смотрим на точность, на приближенное значение, уже грубое приближенное значение для соответствующей кратности. Вот таким странным образом можно оценить очень точно собственное число. Но заметьте, плата за это состоит в том, что мы теперь должны уметь вычислять не только... Так, секунду, значит, я все-таки здесь скажу, потом это еще раз повторю, но сейчас здесь скажу. Как выбирается вот это из двух? Значит, у нас есть приближение для чисел вида. 2 в степени n фи, 2 в степени n минус 1 фи и так далее. Вот мы дошли, я сейчас буду шаг индукции фактически рассказывать, вот мы дошли до приближения 2 в степени k. Это вот то, что у меня 2 фи обозначено. Ну, значит, возможности 2 для 2k в минус 1 фи. Вот они отмечены на рисунке. Как их выбрать? Мы знаем для этого числа некоторое приближение, ну, у меня там не введены никакие обозначения, поэтому я сейчас просто напишу фи стильдой, скажем. Мы знаем приближенное значение вот этого вот 2 в степени k минус фи, но с какой-то константной точностью. Но этого достаточно, чтобы различить 2 наших случая, если это константная точность, ну, хорошо разносит наши числа. Дело в том, что разница между вот этими вот возможными решениями этого уравнения маленькой быть не может. То есть, там легко сообразить, какая она самая наименьшая. Ну, да, 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 да. Ну, там пи на 4 даже, но нам нужно, чтобы они не перекрывались, поэтому получается пи на 8. Вот, в сущности, вот это и есть основная идея. То есть, что мы, задав грубое приближение ко всем этим числам, мы можем потом вот такое вот уже ветвление с выбором правильного варианта сделать, а при ветвлении у нас точность как раз вот, как видно, постоянно увеличивается вдвое. Ну вот, теперь давайте обсудим тоже очень важный вопрос, что будет. Собственно, нас будет интересовать, я обсуждал простую ситуацию, когда на вход подается собственный вектор. А что будет, если подать не собственный вектор? Тут оказывается очень простая ситуация. Вот пусть, значит, я ввожу обозначение, пусть мы взяли какое-то состояние произвольное, которое является линейной комбинацией собственных векторов, с какими-то коэффициентами ЦКТ. Ну, я их даже буду называть тоже амплитудами, в сущности, имею право, это тоже артономированный базис. Значит, ну, собственные числа разные у этих собственных векторов, вот они обозначаются ФКТ. Что же получится, если мы подаем на вход нашего алгоритма такие числа? Утверждение следующее, что тогда результат будет вероятностный. С вероятностью квадрат модуля амплитуды будет получена оценка фазы числа лямбда К. То есть не то, что у нас как-то перепутается, и ответы будут как-то не очень согласованы, а просто вот, ну, можно себе представить, что наш процесс будет устроен из двух таких частей. Случайно выбрали собственный вектор, а потом для него отработали. Это вообще, говоря, непонятно, почему так. Сейчас надо разобраться, то есть, что так хорошо получается. Значит, ну, чтобы разобраться, тут я напомню, что собственные векторы ортогональные, а амплитуды складываются. Вот, поэтому амплитуда нулевого исхода, это просто-напросто вот такая вот полусумма будет. Ну, я напомню, что у меня... То есть это же далеко отлистывать. Я сейчас на доске все-таки воспроизведу саму схему. То есть у меня есть какая-то вот такая картинка, и здесь применяется оператор U. То есть вот здесь у меня сейчас линейная комбинация, а этот кубит, он вначале был в ноле, потом куда-то переведется. Но мы можем чисто формально вот эту вот часть записать в виде суммы, посмотреть на каждой отдельной слагаемой. В каждом отдельном слагаемом, если не считать амплитуды, произойдет вот ровно такое изменение. Ну, просто вот то состояние кси, которое я вычислял. Но умножится, естественно, на коэффициент при этом слагаемом. Ну, и дальше вероятность нуля уже оценивается вот так, как написано, потому что раз амплитуда нулевого исхода такая, в управляющем кубите, то вероятность нуля будет тоже, вот, естественно, суммой. Сейчас. Что-то тут не то написано. Секунду. Амплитуда нулевого исхода. Казалось бы, мы должны брать квадрат модуля этой суммы. Что-то я тут вас сейчас обманываю. Секунду. А, ну нет, конечно, не обманываю, попрошу прощения. Я что-то это самое, сам запутался. Значит, смотрите, у нас же, вот давайте, значит, это очень хорошо, что я задумался, потому что это место тонкое, его нужно объяснять. А я как-то это поленился сделать. Значит, смотрите, у нас есть в основном регистре какие-то собственные векторы, ПСИ1, ПСИК. И есть управляющий кубит, который на него, на эти регистры тензорно множится. Значит, вот здесь написано неправильно. Я сейчас на доске сотру и напишу правильно то, что получается. Значит, вот смотрите. Извиняюсь, значит, слайд неправильный. На самом деле там не получится суммы, а получится следующее. Вот... Сейчас я считаю вероятность наблюдения нулевого исхода, когда я подал смесь состояний. В управляющем кубите. Значит, схема такая, что вот у меня есть оператор U, который применяется к какому-то большому регистру. И есть еще управляющий кубит, который исходно находился в состоянии ноль, потом он перейдет в состояние КСИ. Но теперь сложность в том, что здесь подается на вход сумма, не одно собственное число, а сумма собственных чисел. На самом деле, результат применения такой схемы будет выглядеть как? Будет выглядеть следующим образом. СКТ. То есть, вот я подал ноль на вот эту самую сумму. Тут я не пишу. И получается следующее. СКТ. Значит, здесь будут стоять КСИКТ какие-то, потому что он... Вот КСИКТ зависит от выбора собственного числа. Тензорно умноженные на ПСИКТ. То есть, оператор-то у нас действует линейно, он в каждом слагаемом происходит то, что мы проанализировали раньше. Вот это вот КСИКТ, я напомню, имеет такой вид. Одна вторая, единица плюс лямбда к, единица минус лямбда к. То есть, для каждого КСИКТ это свой. Но теперь смотрите. Почему формула, которая написана неправильно? Я хочу наблюдать, хочу вычислить вероятность наблюдения нулевого исхода вот в этом управляющем кубите. Но на самом деле, для этого я должен посчитать сумму квадратов амплитуд по всем состояниям, ну вот каким-то ортогональным. Значит, у меня есть ортогональный базис, вот этот ПСИКТ. Меня, в сущности, интересует проекция на то подпространство, где значение вот этого управляющего кубита 0. Но эта проекция будет состоять из суммы ортогональных проекций, отвечающих каждому вот этому вот сомножителю ПСИКТ. То есть, никакого суммирования, вот эта формула не верна. Просто-напросто. Значит, я приношу свои извинения. Значит, на самом деле, суммирование происходит только потом, когда мы считаем вероятность. Потому что у нас получаются вот такие вот возможные варианты для нуля. из предыдущего анализа. Для каждого собственного числа. Я напомню, мы уже проанализировали, что применение нашей схемы дает вот такой вот вектор из нуля. Это как раз то, что мы взяли из предыдущего анализа. Теперь нам надо проследить, что происходит, когда мы берем сумму. Нет, тот вектор. А, это первая компонента. Это первая компонента, да. Вот здесь остается тот же самый собственный вектор. Вот если мы разложим по первому регистру, у нас будут, во-первых, какие-то слагаемые, отвечающие единицам. Они нас не интересуют. Потому что они не соответствуют наблюдению нуля в первом регистре. А остальные слагаемые будут иметь вид ноль тензорно умножить на какой-то из собственных векторов. Вот все эти векторы, они ортогональны. Потому что они ортогональны во втором регистре. Напомню, что скалярное произведение мультипликативно. Раз во втором регистре векторы ортогональны, то скалярное произведение их равно нулю. Поэтому коэффициенты, которые вот здесь вот стоят, амплитуды имеют вид cкатая умножить на единиц плюс лямдокатая пополам. У каждого такого слагаемого стоит своя амплитуда. И чтобы посчитать длину вот этого вектора, мне уже нужно, поскольку это разложение в ортогональные, ну, на парно-ортогональные векторы, мне нужно просуммировать квадраты, то есть чтобы посчитать длину, мне нужно просуммировать квадраты. То есть вот эта формула правильная, а вот эта вот неправильная. Прошу прощения, значит, это как-то я захотел, чтобы было слишком просто, так не бывает. То есть нужно, чтобы единица плюс косинус было в квадрате? Нет, единица плюс косинус, там в квадрате, я же напомню, это тоже вычисление уже было. Тут получается так, вот такое комплексное число плюс и синус φ. И вот мы считаем квадрат его модуля, и тогда получается как раз косинус, то есть после там трионометрических упрощений. Потому что вначале у нас единица плюс косинус плюс мнимая единица умножить на синус. И мы должны считать квадрат модуля такого числа. То есть это уже после упрощений получится просто единица плюс косинус. Вот, значит, ну ладно, вроде бы разобрались. Если что-то непонятно в этой схеме, то спросите, потому что это действительно важный момент. Я тут вас попытался надуть, но вовремя спохватился. Да. Где, вот здесь? Вот тут. Тут мы пользуемся просто линейностью оператора. Смотрите, мы знаем, как ведет себя наш оператор на векторах вида 0 на собственный вектор оператора U. Вот про это мы знаем, как он себя ведет. Он переходит как раз, вот как тут и написано, в состояние ксиката тензорного умножить на ксиката. Ну а теперь, поскольку оператор линейный, мы просто можем, если у нас есть линейная комбинация таких векторов, мы можем утверждать, что образ будет линейной комбинацией таких векторов, вот что здесь и написано. Сейчас. Остается какое-то недоверие к этому рассуждению. Оператор линейный, поэтому образ суммы равен сумме образов. Значит, про каждый образ по отдельности мы разобрались, как устроено. Значит, теперь мы смотрим на образ суммы. Он будет просто вот сумма образа. Вот так вот устроим. Что дальше существенно, что у нас, поскольку псикаты взаимно ортогональны, то вот мы можем выделить соответствующие векторы и для них посчитать. Вот. Ну, теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда мы делаем серию измерений. Значит, я напомню, что наш алгоритм, он, сейчас мы обсуждали, что происходит при применении к одному измеряющему кубиту. А если их много? Ну, тогда будет очень похожая ситуация, только на то, что у нас было, только опять-таки возникнет вот такая вот смесь. Значит, и опять тут написано неправильная сумма, тут не амплитуда, значит, смесь будет, ну, смотрите, тут мне придется подправлять уже вот здесь. Смесь будет в каждом вот из таких сомножителей, и поэтому в каждом из сомножителей у нас будет наблюдаться, вот эта формула нижняя правильная, верхняя неправильная. В каждом из сомножителей у нас все равно будет наблюдаться вот такое тензорное произведение. То есть на вектор псикатая будет умножена вот такая вот тензорная степень состояния псикатая. Сейчас я здесь сделаю заметку. Я не буду писать откуда отображается, чтобы не тратить на это место. То есть у нас после применения к нескольким управляющим кубитам, поскольку эти схемы независимы, у нас состояние псикатая будут просто тензорно перемножаться. А амплитуды останутся теми же самыми цикатами, потому что они берутся из нашего состояния пси. Они от этих действий не изменяются. И точно такое же рассуждение можно провести, как у меня было, поскольку мы все равно, чтобы посмотреть вероятность наблюдения исхода х здесь, мы все равно должны считать по отдельности сумму квадратов модулей амплитуд для разных слагаемых, отвечающих разным собственным векторам, потому что они ортогональны. И формула получается вот такой, как здесь написано. Значит мы должны, если у нас есть результаты измерения х1, х2, хс, ну поскольку вероятность наблюдения нуля это единица плюс косинус, то вероятность наблюдения единицы это единица минус косинус. Вот собственно здесь это и написано. Значит если 0, то это плюс, если единица это минус. И мы должны будем взять вот такое произведение, потому что, ну так же как уже было для нас, вот вероятность наблюдения вот здесь, в этих s кубитах, она получается просто-напросто, ну как вероятность наблюдения в схеме испытаний Бернули. Просто мы независимо смотрим на вероятности, ну для каждого случая х1, х2, просто вероятности будут перемножаться, значит нуля или единицы. И если мы зафиксировали набор исходов измерения, мы знаем вероятность этого набора, которая получается вот таким произведением. Но верхняя формула, еще раз подчеркну, неправильная, значит нужно все-таки аккуратно записывать вначале такое разложение в сумму состояний, а потом уже амплитуды тут не складываются. Я извиняюсь. Можно еще раз? Да. Да. По одному иску, по одному иску. Да, да, да. Это когда сфимировались, мы должны потом взять только те сикаты, где ксикаты 0 получатся, да? Да. Нет, не те, смотрите, для каждого цикатова ксикаты имеют вот такой вид. То есть, другими словами, это что означает? Вот просто я постоянно использую два разных обозначения вектора в виде вектора столбца и вот такой линейной комбинации базисных векторов. Вот ксикаты имеет такой вид полусума единицы плюс лям до ка на 0 плюс полусума единица минус лям до ка на единицу. То есть, каждый ксикатый содержит и 0, и 1. Дальше мы должны, ну вот, такую сумму произведений, в которых стоит сумма, разложить. Значит, вот в этих слагаемых, поскольку нас интересует только 0. И оставить только нули. И считать длину соответствующего вектора, когда вот здесь вот стоит 0. Ну, квадрат длины этого вектора. Поэтому для каждого ка есть вероятность наблюдения нуля. Ну, есть вероятность наблюдения единицы. Значит, если их много, то дальше у нас все это происходит независимо. Независимость точно такая же, как в случае одного кубита. То есть, поведение смеси, оно действительно, ну, неважно, сколько раз мы применяем к разным управляющим кубитам, поскольку суть-то состоит в том, что просто собственные векторы ортогональны. Поэтому мы, когда мы считаем вероятность наблюдения какого-то исхода, мы должны их суммировать, ну, с коэффициентами равными квадрату модуля амплитуд. Ну, вот эта вот формула, это и есть то, о чем я сказал с самого начала, пообещал, что в сущности у нас, что означает такая вероятность? Она означает, что мы выполняем такой вероятностный процесс. Вот с вероятностями квадрат модуля цикатова мы выбираем параметр для схемы Бернули, ПКТ-ы, и потом проводим S-испытание Бернули с этим параметром. То есть вот такой вероятностный процесс. Значит, ну и тогда уже ясно, что после того, как мы выбрали параметр Бернули, потом вот наш алгоритм, который оценивает фазу, он же уже классические действия выполняет, он просто выполняет действия с результатами измерений. Он просто выдаст нам оценку именно Фикатова. Ну вот это важное место, так же давайте еще раз, если осталось какое-то недоумение, поскольку тут неправильные формулы были продемонстрированы, то лучше, значит, так сказать, подумайте, значит, убедил ли я вас в том, что действительно все так правильно складывается, как нужно. Ну хорошо, значит, если остались сомнения, можете потом спросить. Можете сами проверить, тут в сущности все формулы очень простые. Я не знаю, что меня потянуло писать про сумму амплитуд. Удивительным образом я этого не заметил. Итак, теперь давайте подведем итог, собственно, что мы сделали. Значит, если у нас есть схема, которая, ну то, что тут написано, используя оператор U, значит, если есть схема, которая вычисляет оператор U, мы можем оценить фазу собственного числа для этого оператора U с точностью дельта и вероятностью ошибки эпсилон за время, ну тут скобка не закрыта, тоже я прошу прощения, значит, за время дельта квадрат, ну обратная дельта в квадрате на логарифм от обратного эпсилона. Значит, это мы умеем делать, и, соответственно, мы умеем делать большую точность, если мы умеем все степени оператора U, ну не все, а достаточно вот показатели, которые имеют вид степеней двойки, и тогда можно оценивать фазу с точностью дельты и вероятностью ошибки эпсилон за время, которое уже устроено гораздо лучше. Это произведение логарифмов обратных точностей к вероятности ошибки, ну вот возникает еще повторный логарифм. Повторный логарифм возникает из-за того, что нам нужно, у нас же, поскольку мы n раз оцениваем фазу для разных степеней, и вероятность ошибки есть на каждом из этих шагов. Ну, такая грубая оценка, как обычно, если у нас вероятность ошибки на каждом шаге будет меньше, чем эпсилон на n, ну, значит, суммарная вероятность ошибки меньше эпсилон. То есть нам точность, то есть вероятность ошибки, с которой мы вычисляем каждый из вот этих вот, фазу каждого из вот этих операторов, должна быть существенно меньше. Но я напомню, вот тут на верхнюю формулу можно посмотреть, зависимость от вероятности ошибки очень хорошая, поэтому реально появляется просто повторный логарифм. Сколько она логарифмическая? Точность и ошибка отличаются принципиально. Значит, вот смотрите, вот у нас есть алгоритм, он нам выдает какое-то число. Вот есть неизвестная фаза, допустим, мы знаем, что она там π на 4. Ну, не знаем, а точнее, вот она равна π на 4. А нам выдает алгоритм, там, 0,22π. Вот точность – это разность с истинным значением, то есть 0,03π. Мы хотим построить алгоритм с какой-то гарантированной точностью, чтобы тот результат, который выдавал нам алгоритм, отличался, ну, в каких-то пределах, которые нам заранее известны. Вот это вот точность дельта. Но этот алгоритм, как всегда, когда мы выполняем какие-то действия, что вероятностные, что квантовые, может случиться, что-то пошло вообще не так, и он нам дает какой-то совсем неправильный ответ. А вот это вот фиксируется вероятностью ошибки. То есть вероятность того, что будет выдано число, вот, вот, алгоритм выдает какое-то число. Ну, давайте, значит, я приближаю φ, пусть это число будет α. Значит, формула такая, значит, вероятность того, что, только тут не нужно, прошу прощения, и наоборот знак. Вероятность того, что ответ нашего алгоритма отличается от φ больше, чем на дельта, должно быть меньше ε. То есть, когда мы смотрим, это довольно обычная ситуация для всех вероятностных алгоритмов. Ну, очень часто нужно еще что-то приближенно вычислять. Вот мы вычислили приближенно. С какой точностью? Ну, точность вот как-то задана. А как определить, насколько наш алгоритм хорошо работает? Ну, нужно еще посмотреть на вероятность ошибки. То есть, это два таких параметра, которые для нас существенные, они имеют существенно разный смысл. Ага. Что на вход этому алгоритму, который оценивается в фазу собственного числа, дается? На вход дается собственный вектор. Ну, не обязательно собственный. Вот в смеси мы выяснили, что там получится случайная оценка какого-то собственного числа. То есть... Ну, значит, мы алгоритм применяем к некоторому состоянию квантовому. Пси. И он, глядя на это состояние, ну, преобразуя это состояние, используя схемы для У, ну, или во втором случае схемы для степеней У, он выдает нам какой-то ответ. То есть, естественно, этот алгоритм работает, то есть его работа зависит от того, какое состояние подано. Значит, мы твердо утверждаем следующее, что если подан собственный вектор, то алгоритм выдаёт вот с такими параметрами выдаёт оценку собственного числа этого собственного вектора. А если подана какая-то смесь собственных векторов, то мы утверждаем вот из того анализа, который сделан, что будет наблюдаться следующее С соответствующими квадратами модуля амплитуд, ну с такими вероятностями, будет выбрано какой-то из собственных векторов, который входит в нашу линейную комбинацию. И для него будет тоже дана вот такая оценка. То есть здесь я про вот эти вот смеси уже не говорил, что вот мы берем сумму каких-то собственных векторов. Здесь предполагается, что на вход алгоритму подан... Какому-то, да. То есть если подано какое-то состояние, результат будет близок к какому-то из собственных чисел. И выбор этого собственного, вероятность того, что будет выбрано катая собственное число, она пропорциональна, ну вот, амплитуде соответствующего собственного вектора в нашей линейной комбинации. Квадрату модуля амплитуды этого вектора. То есть так физически представить, то есть что у нас заходится в месяц, в этих случаях такое состояние, что в произведении... Как это представить физически? Ну, нет, физически я затрудняюсь сказать, как это представить, потому что это вот такая вот основная квантово-механическая хитрость. То есть если вы подали на вход суперпозицию, то вот она вот обрабатывается линейно. В данной ситуации мы можем это описать более-менее понятно в классических терминах, что это то же самое, что мы случайно выбрали собственный вектор и потом работаем с ним. Выбор происходит в нашем анализе. То есть на самом деле просто вот если вернуться назад, вот в этой вот формуле, ее можно так трактовать. То есть вот эта формула для вероятности ошибки, которая вытекает из анализа самого квантового алгоритма. А мы уже задним числом говорим, ну это же то же самое, что выбрать случайно параметр для испытания Бернули и провести испытание Бернули. То есть понимаете, тут это на самом деле то, что мы вот так вот можем интерпретировать, это скорее результат анализа. То есть это никак в самом процессе не зашито. То есть изменив чуть-чуть процесс, мы вот... Вот если бы, например, у нас действительно получались суммы таких амплитуд, там получились бы какие-то совершенно другие результаты. То есть если себе представить, что мы как-то запустили процесс, где амплитуда нуля задается вот этой формулой, которая написана вверху, у нас бы получилось что-то другое, ну и нужно было бы как-то... То есть может быть тоже как-то можно проинтерпретировать, но уже интерпретация была другой. То есть эта интерпретация в виде такого выбора случайно собственного вектора, ну вот соответствующей фазой, она, конечно, имеет какой смысл? На самом деле, можно себе представить, что наш процесс, хотя он чисто унитарный, что он моделирует некоторый необратимый процесс, а именно измерение. То есть вот можно себе представить, что мы провели измерение, тогда как раз вероятности соответствующих, ну вот приборам, которые отвечают собственным векторам оператора U, тогда как раз с вероятностями квадрат-модуля циккатова мы получим один из собственных векторов. Но измерение мы вообще не произвели, мы применили то, что вот называется измеряющий оператор. Вот такие вот операторы, которые действуют вот как здесь, они называются измеряющими. То есть это такой унитарный аналог измерения. То есть мы в сущности никакого измерения не провели, у нас ничего необратимого не случилось. Если бы мы проводили измерение, что было бы плохо? Мы бы разрушили состояние и не смогли бы повторно, даже вот с этой небольшой точностью, мы бы уже ничего не смогли сделать. Потому что первое же измерение нам что-то бы выдало и все, так сказать. И дальше мы уже получили бы что-то плохое. А так мы можем накапливать, выполняя обратимым образом вот такой вот, применяя измеряющий оператор, можно сказать, мы получаем накопление информации. Ну и вот последний пункт, это то, что вот сейчас мы уже обсуждали, насчет того, что происходит при линейной комбинации. Значит, вот это некоторый такой примитив квантовый, который можно использовать, можно сказать, процедура, которую можно использовать в разных алгоритмах. Значит, я ее сейчас буду использовать для алгоритма оценки периода. А вообще говоря, она используется для алгоритма вычисления периода. Она используется, ну, в разных ситуациях. То есть вот эта общая идея, то есть понятно, у нас есть две возможности. Либо мы имеем только схему для оператора U, тогда мы можем с полиномиальной точностью оценивать собственные числа. Ну, а если мы можем вычислять произвольные степени, то с очень большой точностью. И те, и другие случаи встречаются. Но вот я буду показывать такое классическое, слово классическое здесь неуместно, самое известное применение вот к задаче нахождения периода. Да, тут вот есть такая тонкость, что слово классическое лучше не использовать в некотором смысле. Значит, ну, я напомню, в чем состоит задача. У нас есть два числа Q и A. Значит, A меньше, чем Q. Ну, можно считать, что вообще это вычет по модулю Q. Значит, мы знаем, что они взаимно просты. И спрашивается, каково наименьшее неотрицательное число T такое, что A в степени T сравнимо с единицей по модулю Q. Ну, другими словами, это значит, что мы хотим определить порядок числа A, вычета A в мультипликативной группе вычетов по модулю Q. То есть мы считаем все по модулю Q, берем A, оно взаимно просто, поэтому, когда мы будем возводить его последовательно в степени, мы рано или поздно получим единицу. Потому что оно принадлежит группе обратимых вычетов. Здесь группа конечная, значит, порядок этого элемента конечный. Ну, период я буду обозначать, как написано на слайде, но я буду стараться во всех формулах его произносить. Формул будет больше, чем хотелось бы, но ничего не поделаешь. Это теория чисел, там всегда формул много. Вот, значит, мы будем оценивать время в зависимости от длины входа. Но вместо длины входа я буду постоянно использовать параметр вот такой, единица плюс логарифм Q. Ну, так проще. У нас, конечно, длина входа немножко другая, потому что здесь у нас два числа, то есть это нужно считать, что это двойка. Но отличие на константный множитель. Поэтому все наши асимптотические оценки, что там полиномиальное время, не полиномиальное, зависеть от этого не будут. Это проще помнить просто о том, что у нас вот есть Q. Ну, можно, то есть на самом деле ситуация какая? Представьте, что А, у меня вот сразу в условии задачи сказано, что А меньше Q. Ну, конечно, можно захотеть решать задачу, когда А просто дается как произвольное число. Тогда что мы должны сделать? Мы должны первым шагом вычислить остаток от деления А на Q. Ну, это стоит тоже сколько-то действий, но в этих алгоритмах эти все действия не учитываются. Иногда это полезно учитывать. Ну, и прежде чем приступать к квантовой части алгоритма нахождения периода, я хочу напомнить некоторые классические, тут уже слово классически уместно, алгоритмы, то есть такие вот в стандартном смысле алгоритмы, работающие за полиномиальное время для разных теоретикой числовых действий. Ну, во-первых, что можно выполнять все арифметические операции над числами за полиномиальное время. Я думаю, что все знают. А кто не знает, может проверить, что умножение столбиком и сложение – это то, что нужно. Но можно и быстрее. Кто-то, наверное, умеет число умножать и быстрее. Это мне не будет очень важно. Значит, дальше что можно делать? Можно как раз, как я говорил, находить остаток от деления числа по модулю Q. Для этого нужно уметь делить с остатком. Ну, в сущности, это тоже делается за полиномиальное время. Не будем говорить, какое. Можно даже за квадратичное. Но это вот все детали я опускаю. Кто не знает, может почитать в книжках. Потому что... Да, можно, значит, если у нас есть произвольное целое число X, и мы хотим его возвести в какую-то степень N, которая задана двоичной записью, у нас возникнет такая сложность. То есть, длина этой степени будет очень большой. Ну, потому что она умножается на N. Поэтому... Ну, да, нет. Ну, поэтому, вообще говоря, возведение в степень, оно может экспоненциально раздувать длину числа. И тут нет никакой надежды на полиномиальный алгоритм. Но если мы берем вычеты по модулю Q, то все становится хорошо. Значит, возведение в N-ую степень можно тоже делать эффективно. Это такой известный трюк, как быстро возводить в N-ую степень. Ну, нужно насчитывать как раз степени двойки, потом их перемножать. Есть такая известная задача. Ну, не буду про это говорить. Кто не знает, а может попробовать решить задачу или найти. Это не очень сложно. Но, опять-таки, проверить, является ли X точной степенью. То есть, верно ли, что существует какое-то число, ну, чтобы было нетривиальный вопрос, которое не меньше двух, такое, что X это Y в х-той степени. Тут тоже все сравнительно просто, потому что можно использовать, например, двоичный поиск. Возведение в степень монотонной операции. Ну, значит, вот мы берем, оцениваем грубо интервал. Ну, скажем, ясно, что этот корень к этой степени уж не меньше X. Вот берем интервал от единицы до X. Ну, и дальше двоичным поиском ищем, так сказать. Если в какой-то момент попали ровно куда нужно, ну, повезло, к этой степени не попали. Не повезло. Значит, ну, и можно находить наибольший общий делитель. Это знаменитые алгоритмы Вклида, которые тоже, я думаю, все знают. И там нужно выполнять какое-то количество делений с остатком. Но это количество ограничено логарифмом длины, логарифмом числа, прошу прощения, то есть длиной записи числа. Строго говоря, ну да, так и получается. Поэтому время нахождения наибольшего общего делителя это куб от длины записи чисел. Потому что деление стоит квадрат, а деление нужно примерно логарифмом. Вот. И это я напомнил, сегодня мне постоянно будут нужны эти операции, потому что я про теорию чисел буду много говорить. А теперь давайте перейдем к квантовой части. Квантовая часть состоит в том, что мы изучаем такой вот оператор. Он вообще перестановочный. И устроен так. Он число, значит, у нас в регистре хранится число. Ну, можно, например, считать, что x это вычеты по модулю q. И он очередной вычет по модулю q x, ну не очередной, а какой-то переводит, вычет а x по модулю q. Ну, что он делает с теми числами, которые не попадают в интервал, скажем, от нуля до q минус 1? Для определенности нам нужно вычет и задавать в каком-то интервале, скажем, от нуля до q минус 1. А я напомню, что регистры у нас все-таки состоят из кубитов, то есть там бывают двоичные записи, которые отвечают числам, которые не попадают в этот интервал. То есть понятно, что мы должны взять кубитов уж не меньше, чем логарифм от длины q. Ну, то самое n, которое я вводил как параметр. Ну, на остальных двоичных словах пусть он действует тривиально, ничего не меняет. В нашем анализе это будет неважно, потому что, что мне будет важно, что такой оператор вычислим какой-нибудь квантовой схемой, но это ясно, потому что у нас есть классический алгоритм умножения на а. И дальше мы можем воспользоваться вот той техникой обратимых схем, о которой я рассказывал в прошлый раз. Еще раз. То есть там у нас, если подать базисные вектора, он перейдет друг в другой, да? Да, он сохраняет базисные вектора, то есть он так, вот перестановочный, как я в прошлый раз говорил. Ну, переставляет базисные векторы. Перестановочный. Ну вот, переставляет по правилу, которое здесь написано. Базисный вектор, отвечающий вычету x, он переводит базисный вектор, отвечающий вычету ax. То есть, если у нас, допустим, q равно 5, а равно 3, то второй базисный вектор превращает в первую, да? Ну, наверное, значит, давайте сейчас я напишу, я q равно 5, а равно 3, да? Значит, второй перейдет куда? Значит, мы должны умножить на 6, он перейдет в единицу. То есть он в первой базиске. Да, линейная комбинация в линейную комбинацию. Это существенно, потому что дальше у нас при анализе. Ну, и сразу я замечу, что есть, конечно, и схема, которая вычисляет умножение на a в степени 2 в степени m. То есть степени этого оператора мы тоже можем вычислять быстро. Ну, потому что это, по сути дела, перестановочный оператор. Вот нужно уметь вычислять вот то выражение, которое написано в образе. То есть a возвести в степень 2 в степени m умножить на x. Но возведение в степень, как я вот уже говорил, есть такой удобный способ, такой двоичный, ну, он по-разному называется, я его обычно просто называю так двоичное разложение. У него есть какое-то стандартное название, которое я забыл. Ну вот, то есть у нас это классическая схема, извиняюсь, это классический алгоритм мы можем превратить в обратимые схемы, ну и, соответственно, значит, такую частный случай квантовые схемы, которая вычисляет такие операторы. Нас будет интересовать действие этого оператора только вот на таком подпространстве, которое натянута на базисные векторы, отвечающие 1, a, a квадрат, a в степени t минус 1. То есть мы вообще не будем интересоваться, что делает оператор вне этого пространства. Но он определен на большем пространстве, а там, где он недоопределен, как я уже говорю, мы можем любым удобным для нас способом, чтобы был классический алгоритм, который выполняет соответствующее действие, доопределить. И вот на этом подпространстве наш оператор просто-напросто циклический. Вот смотрите, что происходит. Если я умножу единицу на a, получу следующий вектор. Если a умножу на a, получу a квадрат. Ну и так далее. А когда я a в степени t минус 1, t это период. Умножу на a, получу a в степени t, это единица. То есть фактически наш оператор на этом подпространстве устроен очень просто. Это циклическая перестановка. Давайте посмотрим, как у нас устроены собственные числа циклической перестановки. Значит, у нас возникает такой оператор, который совершает, ну, сдвиг по модулю t. То есть вот там у меня, значит, я тут буду в анализе постоянно использовать два представления для одного и того же оператора. Мультипликативное, когда я умножаю на a, вот, и действует в том пространстве, которое написано вверху. И, так сказать, аддитивное в показателях. Когда я просто уже рассматриваю пространство, индексированное показателями, и там происходит не умножение, а, наоборот, сдвиг циклический. То есть прибавление единицы по модулю t. Это один и тот же оператор. Еще утверждается, что его собственные числа имеют вид, ну, вот, как здесь написано, то есть фазы просто-напросто k на t, где k пробегает все значения от 0 до t минус 1. Значит, а собственные векторы задаются тоже некоторым вот таким стандартным выражением. Значит, те, кто знают про преобразование Фурье, понимают, что это в сущности оно и есть. Ну, остальные могут пока, так сказать, принять это к сведению. Потом, когда будете изучать преобразование Фурье, вам будет приятно, что вы уже про него один раз слышали. Значит, сейчас я просто проверю это утверждение. Это очень несложно. Давайте подействуем вот на собственный вектор, как он у меня написан, нашим оператором. Ну, я переношу действия на базисные векторы. Значит, действия на базисные векторы сводятся к циклическому сдвигу. Ну, то есть, у меня тут вместо g возникает g плюс 1. Ну, это стандартный трюк, когда мы делаем суммирование такое циклическое. Раз у нас сдвинулось вот здесь на единичку, мы можем вернуть здесь g, а сдвинуть на минус единичку вот в другом со множителя. То есть, это, ну, такой, я даже не знаю, арифметический прием, когда мы вычисляем суммы. Тут ничего в сущности не делается, просто такое преобразование сумм. Ну, а теперь, когда вот тут произошел сдвиг на единичку, смотрите, чтобы получить тот собственный вектор, мне нужно от этой минус единички избавиться. Чисто формально у нас и так все получится по модулю, потому что, смотрите, там стоит 2π и деленное на t. То есть, на самом деле, вот это выражение. В базисных векторах я модуль указывал, потому что, ну, не совсем понятно, не происходит ли там выход за границу. Поэтому я на всякий случай указал по модулю t. А в показателе там это суммирование по модулю t получится автоматически, потому что, когда мы сдвинемся, у нас и произойдет нужный сдвиг. То есть, показатели будут суммироваться по модулю t, просто они так устроены, потому что мы сдвигаемся на одну t-ту и полного угла. То есть, здесь мы должны просто прожить, что здесь переставить на сколько? Что-что? Еще один переставить на сколько? Да нет, зачем? То есть, формально я что сделал? Я ввел, ну, давайте вот в правой сумме писать k. Я ввел в качестве k g плюс 1. Ну, k плохо, потому что, по-моему, есть. Ну, k плохо, да, поэтому я и написал одну и ту же букву, чтобы не мучиться с изобретением. Ну, давайте какой-нибудь s. s пока тут, по крайней мере, на этом слайде нет. Если, значит, написать, что s равняется g плюс 1, то у нас будет суммирование s от нуля, там, до t минус 1. Но, если я заменю, извините, от единицы до t. От единицы до t. Но на самом деле, t и 0 просто у нас, все формулы так устроены, что слагаемые для t и для нуля одни и те же. Да, я согласен. То есть, формально при замене нам нужно сдвинуть еще суммирование от нуля до t минус 1, превратить суммирование от единицы до t. Но я автоматически заменил, поскольку наши выражения для нуля и для t, они периодичны по модулю t, они меняются, поэтому можно перебросить в ноль, чтобы иметь то же самое выражение. Ну, и теперь, собственно, вот то, что я хотел сказать. Мы можем уже вынести множитель, который не зависит от g. Это вот та вот самая минус единичка, она даст вот этот множитель. Ну, и останется то же, что было в начале, тот же самый собственный вектор с теми же самыми коэффициентами. Такая несложная проверка. И что она, по сути дела, означает? Заметьте, что для меня будет дальше очень важно, что собственные числа несут информацию о периоде. То есть, эта фаза собственного числа, она какая-то дробь, у которой в знаменателе как раз нужный мне период. И поэтому я и буду применять алгоритмы нахождения фазы. Ну, здесь на слайде написана очевидная вещь, которую я на словах еще не сказал, но сейчас могу сказать. Мы уже нашли t собственных чисел для t-мерного оператора, ну, значит, других нет. То есть, это такой уже бантик, который более-менее ясный. И вот теперь давайте я опишу алгоритм нахождения периода. Значит, прежде всего, ну, тут возникают константы. Значит, константы сразу объясню, откуда берутся абсолютные. Я буду строить алгоритм, который работает с вероятностью ошибки 1 треть. Если бы вероятность ошибки была другой, эти константы пришлось бы заменить. Я напомню, что мы можем сколько угодно и очень быстро уменьшать ошибку, но для этого мы должны повторять алгоритм. А можно, например, если захотеть фиксировать ошибку, скажем, 1 тысячная, просто менять эти абсолютные константы здесь. Значит, итак, что мы делаем? Мы несколько раз, а именно 5, оцениваем фазу, ну, вот с очень большой точностью. n, я напомню, это вот примерно длина записи числа q. А мы оцениваем с точностью 2n плюс 2. Ну, 1 вторая в степени 2n плюс 2. Вероятность ошибки мы фиксируем, ну, какую-то не очень маленькую, ну, там, 1 тридцать вторая окажется достаточно. И применяем мы это все дело к оператору u и вектору из нашего базиса, вектору, который соответствует единице. Почему дальше будет объяснено? Пока, вот, так сказать, это просто сам алгоритм. Вот мы так оцениваем. Это не собственный вектор, как вы помните, мы собственный вектор все выписывали. Мы применяем именно к нему. В результате мы после применения вот этого пятикратного получим там несколько дробей, ну, какого-то вида p-житая разделить на q-житая. Потому что, когда мы оцениваем, я напомню, мы считаем же частоту, то есть это будет отношение двух целых чисел. Ну, вот я их и записал. Там, в сущности, к ужитая можно, наверное, сделать одинаковыми, но это мне не важно. Для каждой такой дроби мы будем искать ближайшую дробь, у которой знаменатель меньше, чем 2 в степени n. Вот тут важно понимать, у нас точность 2 в степени 2n. А теперь я ищу дробь ближайшую, у которой знаменатель уже меньше, чем 2 в степени n. То есть он существенно меньше. Как находить такую дробь? Ну, для этого нужно использовать разложение в цепную дробь. Я дальше буду напоминать все равно при анализе этого алгоритма, как устроены цепные дроби. Поэтому, кто сейчас не помнит, что такое цепные дроби, ну, просто, так сказать, отложите этот вопрос. Значит, это можно сделать. То есть мы для вот этих дробей находим разложение, находим ближайшую дробь вот с таким вот знаменателем. А дальше у нас появляются знаменатели уже вот таких вот приближающих дробей. Тжи, тштрих. Их получается сколько-то штук. И в качестве ответа алгоритма, который находит период, мы выдаем просто наименьшее общее кратное всех этих знаменателей. Вот такой странный алгоритм. То есть мы что-то измеряем, потом находим какое-то приближение. Сейчас будем разбираться, почему он работает. Ну, во-первых, ясно, что на первом шаге мы будем работать полиномиальное время. Значит, потому что, ну, я уже говорил, что мы можем вычислять этот оператор достаточно быстро. И все его степени достаточно быстро. Ну, это же, по сути дела, вычисление степеней по модулю числа. Ну, а дальше вот алгоритм оценки фазы, он тоже работает достаточно быстро. Теперь нам нужно понять, какому вектору мы применяем наш алгоритм. Вот я сказал, что к единице применяем. Ну, в качестве упражнения я предлагаю все-таки не с единицей, а с циклической перестановкой, потому что так проще. Значит, ноль, это у меня будет как раз единица, потому что циклической перестановке, я напомню, отвечают показатели степеней, вот в моем инвариантном пространстве. Ну, и на самом деле, этот вектор нулевой, он просто для циклической перестановки сумма собственных векторов с равными весами. Это, опять-таки, те, кто знают, что это преобразование Фурье, совершенно не будут удивлены таким фактом. Но остальным можно просто проверить, просуммировать. Это полезно, значит, когда-нибудь вам все равно потребуется преобразование Фурье, вы уже будете немножко к нему готовы. Ну вот, а для нашего оператора единица, которую мы подаем на вход алгоритма оценки фазы, она как раз и является нулем, ну, потому что циклическая перестановка получается, когда мы сдвигаем циклические показатели. Поэтому на первом шаге, с вероятностью ошибки, которая не больше, чем 5,32, я напомню, что мы 5 раз это делали, мы получаем приближение вот с такой точностью к числам вида, кожитое разделить на период, где кожитое уже распределено равномерно. Почему равномерно? Потому что, вот, я напомню, что вероятность выбора какого-то конкретного собственного вектора, она пропорциональна амплитуде. Ну, когда у нас есть линейная комбинация, мы подали на вход оценки алгоритма оценки фазы, комбинацию собственных векторов, каждый собственный вектор будет встречаться с вероятностью квадрат-модуля амплитуды. Поскольку здесь у нас все амплитуды одинаковы, то мы получаем равномерное распределение на числителях. То есть, вот, собственно, квантовая часть этого алгоритма в этом и состоит. Что мы, вот, некоторым чудесным образом, там, значит, поизмеряв собственный вектор, вот, собственное число вот этого оператора умножения на а и каких-то его степеней, мы находим с большой точностью, вот тут существенно то, что мы именно применяем алгоритм оценки фазы, который дает большую точность, мы находим приближение к числам, ну, вот, которые имеют вид какой-то случайный числитель, а в знаменателе стоит период. Значит, трудность, которая остается, стоит следующим. Кожитое выбирается случайно. И может так случиться, что оно, ну, не взаимно просто с периодом. В смысле, ну, да, то есть имеет какой-то общий делитель. Поэтому, когда мы сократим, там нужно как-то с этим бороться. Все остальные шаги, в сущности, направлены на анализ того, как вообще... То есть, вот, смотрите, мы получаем что? Мы получаем не прям число вида Кожи на Т в результате этого анализа, а мы получаем некоторую частоту, то есть отношение двух каких-то больших чисел, про которое мы только знаем, что оно вот с такой точностью близко к какому-то числу такого вида. И второй шаг состоит в том, что мы пытаемся извлечь информацию об этом числе. Я напомню, что второй шаг это найти к нашим числам, которые появились на первом шаге, приближения дробями, у которых знаменатели не превосходят 2 в степени. Ну, не превосходят 2 в степени, это как раз означает, что они вот заведомо нужны больше, чем период. То есть, вот, период у нас ограничен Q, Q-1 далее. И тут нужно, чтобы находить такое приближение, нужно использовать цепные дроби. Я сейчас напомню, без особых подробностей, что такое цепные дроби, и какие у них основные свойства. А как в лоб? Ну, вот представьте, у вас есть какое-то число... Ну, я извиняюсь, я, конечно, пишу наугад, поэтому может оказаться, что у меня что-то получится не очень хорошее. Восемь я уж, по крайней мере, попробую, чтобы цифру было нужное количество. Вот есть такое число. Я вам говорю, это число приближает с очень большой точностью, ну, там, 1 миллионная, приближает дробь, знаменатель у которой не больше 10. Ваши действия, как найти эту дробь? Сейчас нам это надо было уже 10 дробей, конкретного вида. Да, конкретного вида, которых мы знаем только... Вот смотрите, что мы знаем про эти дроби? Мы только знаем, что у них знаменатель не очень большой. А числитель случайный. То есть, единственная информация про эту дробь, что знаменатель не очень большой. Еще предыдущий. Да. Ну, ПЖ-то это частота, там наблюдение какого-то исхода, а КЖ-то это общее количество испытаний. Да. Возьмем в качестве Т-житого 2 в степени Н. В качестве Т-житого? Да. Ну, 2 в степени Н, и что? Найдем соответствующие КЖ-то. Не получится, потому что смотрите. Я понял, о чем вы говорите. Значит, тут нужно внимательно следить за тем, с какой точностью мы находим. Значит, мы хотим иметь дроби, у которых знаменатель 2 в степени Н. То есть, шаг между соседними такими дробями 1, единица разделить на 2 в степени Н. А точность, с которой мы нашли число, это, грубо говоря, квадрат. То есть, единица разделить на 2 в степени 2Н плюс 2. Поэтому, если вы попробуете найти вот такую вот дробь, просто взяв в качестве Т-житого, ну там, скажем, 2 в степени Н, то у вас может не получиться подобрать числитель, чтобы был с такой точностью. Вот вы выбрали в качестве знаменателя 2 в степени Н, идете с таким шагом, и к дроби вы просто с нужной точностью не приблизитесь. Поэтому, вам надо попробовать потом еще какой-нибудь, еще какой-нибудь знаменатель. Но вот, чтобы не делать всех этих бесконечных, ну фактически экспоненциально долгих повторов, нужно использовать разложение в цепную дробь. Значит, цепная дробь, это вот дробь такого вида, как написано. То есть, это, значит, мы выделяем целую часть числа, берем к дробной части обратную и продолжаем процедуру. То есть, вот это вот целая часть исходного числа, вот это вот целая часть обратного к дробной части исходного числа и так далее. Получаем такое вот выражение, как написано, оно и называется цепной дробью, а ноль называется неполными частными, по-моему. Я прошу прощения, как-то вылетело из головы, как они называются. Но мне, собственно, нужно будет другое понятие, которое, даже на слайде написано, как оно называется, подходящие дроби. Подходящая дробь это вот что такое. Это мы, вот это разложение, разложение такое существует для любого действительного числа. Для рационального числа мы в какой-то момент остановимся, потому что у нас, ну понятно, в какой-то момент просто очередная целая часть будет, ну дробная часть будет равна нулю. В этот момент мы уже не сможем взять к ней обратную и остановимся. Для произвольного действительного часть цепная дробь будет бесконечной. В любом случае, в том и в другом, мы можем строить подходящие дроби. Это просто-напросто мы обрываем это разложение в каком-то месте. То есть, оставляем только К неполных частных и суммируем. Вот это уже будет обязательно рациональное число. У него будет какой-то числитель ПКТ и знаменатель ККТ. Значит, и для подходящих дробей выполняются очень хорошие свойства. Они, на самом деле, приближают наше число альфа очень точно. Во-первых, они расположены в таком вот чередующемся порядке. То есть, первая подходящая дробь меньше альфа, следующая больше альфа, потом следующая меньше альфа, но больше предыдущей. То есть, подходящие дроби с счетными индексами образуют возрастающую последовательность, которая так движется к альфа. А с нечетными индексами убывающую последовательность, которая тоже движется к альфа. Ну и соседние подходящие дроби отличаются не очень сильно, а именно на разность между ними в точности равна единице разделить на произведение их знаменателей. Это некоторый факт, который по индукции можно проверить, не очень сложный и многим, наверное, известный. Отсюда сразу же получается точность приближения, которая здесь написана. То есть k-1 дробь приближает α с точностью единицы на q квадрат. И на самом деле есть некоторое обратное утверждение, которое нам и будет нужно. Представьте, что какая-то дробь приближает α с большой точностью. С большой точностью это значит с точностью, ну вот как здесь написано, единица разделить на 2 q квадрат. Там у нас был просто q квадрат, а тут 2 q квадрат, то есть два раза больше, чем там. Тогда можно утверждать, что вот эта дробь обязательно будет подходящей для α. То есть она встретится вот в том, в той последовательности подходящих дробей, которая получается, ну вот когда мы разложили в цепную дробь, мы потом строим последовательность подходящих дробей. То есть оказывается, что если вы приблизили число с очень большой точностью дробью, точность зависит от знаменателя этой дроби, то тогда вы заведомо попали в подходящую дробь. Ну эта теорема тоже доказывается несложно, но требуется некоторый анализ, который я опускаю. В общем-то он может быть найден более-менее во всех книжках, в которых речь идет о цепных дробях. Ну и подходящие дроби, если α рационально, они вычисляются за полиномиальной длины записи α время. Такое алгоритмическое уже утверждение. Это факт простой, потому что, по сути дела, там и происходят ровно те же вычисления, что в алгоритме Эвклида. Если посмотреть внимательно за разложением цепной дроби, вы увидите, что там числа, которые являются числителями и знаменателями дроби, они очень тесно связаны с алгоритмом Эвклида. И теперь мы можем посмотреть, что происходит на шаге 2. Вот тут как раз важно, что я нахожусь вот такой очень большой точностью приближения к фазе. Тогда, если я разложу вот это вот число, начну раскладывать это число в цепную дробь, я получу в какой-то момент, получу дробь, у которой знаменатель еще меньше, чем 2 в степени n. То есть вот я раскладываю, 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 в какой-то момент мое разложение даст мне подходящую дробь, у которой знаменатель больше, чем 2 в степени n. В этот момент надо останавливаться, брать предыдущую дробь. Она и будет ближайшей, просто вот в силу тех теоремок, о которых я сказал, она и будет ближайшей к нашему периоду. Вот за счет вот такой вот оценки. Вот это вот я напомню, это же по сути дела квадрат вот от этого. Ну даже не квадрат, а вот там мне был нужен множитель двойка, здесь у меня даже четверка возникнет. Поэтому заведомо, если я имею приближение вот моей фазы с такой точностью, каким-то рациональным числом, то оно обязательно встретится среди подходящих дробей. Но остается последняя тонкость в этом алгоритме, связанная с тем, что могут какие-то делители сократиться. Мы же получим эту дробь в результате работы алгоритма цепных дробей, совершенно не зная ничего о переде. Это просто будут какие-то два числа, и знаменатель этой дроби будет просто-напросто делителем нашего периода, но не обязательно с ним совпадать. Мы выбираем числитель случайно, может случайно получиться, что какой-то делитель возник, произошло сокращение, и ограничиться только одной такой дробью невозможно. И тут нужно провести дополнительный анализ, вот на шаге 3 мы это делаем. То есть я напомню, шаг 3 состоит в том, что мы вот после этих нескольких испытаний берем просто наименьшее общее кратное. Ну взять наименьшее общее кратное очень разумно, потому что предыдущий анализ показывает, что у нас обязательно получаются делители периода. Когда мы берем наименьшее общее кратное, это тоже будет делитель периода, и наша надежда состоит в том, что это уже будет просто период. Ну для этого нужно доказать такую лему. Значит, что если мы вот так вот независимо выбираем числители по равномерному распределению, и делаем там не меньше двух испытаний, не меньше двух, берем последовательность длины не меньше 2, то вероятность того, что наименьшее общее кратное знаменателе будет отлично от исходного знаменателя, от периода, она ограничена вот такой величиной там с некоторым множителем, который я оценил как π квадрат на 3, можно наверное и точнее, умножить на 2 в степени минус l. Мне важно, конечно, что вот этот множитель 2 в степени минус l, который показывает, что если я сделаю несколько испытаний, то вероятность такой вот ошибки, что наименьшее общее кратное знаменателе не даст нам период, она быстро убывает с ростом длины этой последовательности. Доказательство этой теоремы очень простое. Ну что значит, что мы получили отличный от t результат? Это значит, что у всех, что как минимум у всех числителей есть общий простой делитель. Ну вот тот самый, который мы пропустили в t. Ну вероятность того, что случайно выбранные числа имеют общий простой делитель, уже заведомо не больше, чем единицы разделить на p в степени l. Простой делитель p. Ну потому что вероятность того, что случайное число делится на p, это вот единица на p. Ну а мы повторили независимо несколько раз. Ну а теперь нужно просто оценить сумму обратных по всем простым делителям. Ну я ее грубо оцениваю как такой ряд. Просто беру вместо простых чисел вообще все числа, начиная от двойки. Ну l у нас не меньше, чем двойка, поэтому можно вынести вначале множитель 2 в степени минус l. Здесь останется, ну такая, почти что сумма уже обратных l степеней. И ее можно оценить, поскольку l у нас не меньше 2, ее можно оценить как сумму обратных квадратов, но только удвоенную. Потому что, когда мы вынесли множитель двойка, у нас стало, ну фактически два ряда обратных степеней получилось. А двойку, чтобы вот эту вот, то есть мне и хочется иметь вот такую вот оценку, типа 2 в степени минус l на какой-то множитель. Двойку выносим, чтобы получить оценку. То есть в сущности вероятность, вот она, видно, что она очень маленькая, это единица разделить на, на самом деле, на сумму простых чисел, даже не обязательно все суммировать. Ну как-то хочется написать эту оценку в каком-то простом виде. Поэтому я заменяю, во-первых, простые числа на все, потом выношу вот этот множитель 2 в степени минус l, чтобы не думать. Это довольно грубая оценка, на самом деле ее, конечно, можно уточнять. Тут ничего сложного не сделано. Ну, значит, единственное, что я пока не сказал, значит, теперь я уже подвожу итог анализа алгоритма нахождения периода. Единственное, что я пока не сказал, это то, что алгоритм работает за полиномиальной длины входа-время. Последнее, что осталось проверить, первые два шага я уже объяснял, почему полиномиальные. Ну вот, наименьшее общее кратное тоже нужно уметь находить, но оно находится с помощью алгоритма Эвклида. Потому что есть такая замечательная формула произведения наибольшего общего делителя, наименьшее общее кратное. Двух чисел равно произведению этих чисел. Значит, если мы умеем находить алгоритмом Эвклида наибольший общий делитель, умеем перемножать числа, можем и nk находить. Вероятность ошибки давайте оценим. Значит, на первом шаге мы делали 5 применений алгоритма оценки фазы. Это дает нам 5 тридцать вторых ошибку. Ну, а на втором шаге у нас ошибка пропорциональна π квадрат на 3, но тоже на 1 тридцать вторую. Ну, числа подобраны так, чтобы это было меньше 1 третьим. Ну, значит, приходим к выводу, что существует полиномиальный квантовый алгоритм нахождения периода.